начал снова запись вот и сейчас предлагаю верхний дип то есть разобраться с дизайном и мы все еще делаем первую страничку в данном случае она называется старт html вообще это мы делаем user html так ну ладно всем давай мы вот эти кнопки действительно перенесем вообще сейчас перенесу на старте это останется на старт наверное будет только с кнопкой ну старт скорее всего потом изменится это можно будет сделать как первую страницу для тех кто вообще не зарегистрировался а просто пришел на сайт и сразу хочет чего-то да и он в процессе того как он это будет вводить зарегистрировать ну да все правильно так значит вот допустим у нас есть юзер юзер html открыл у тебя открылся а что юзер html открыл файлик у себя так у меня старт html но старт html и снизу юзер html самый последний файлик ну да у меня открыт я тогда все уже скопировал так значит ну давай смотреть картинку значит у нас тут примерно одна четвертая это фотография правильно ну по дизайну данил вот как считаешь лучше я считаю что лучше сделать пока как проще главное же данные а потом мы можем дизайну сделать чтобы люди настаивали дизайн сами не в конце концов то что мы сейчас на штамме ли сделаем она все равно редактируем и можно кучу вариантов этого потом понадобится то есть раскопировать и сделать разные варианты люди помогут делать допустим там мод там так и мод но до разные темы да 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 вот так ладно значит что у нас будет диз допустим у меня это будет колонка так теперь вопрос какого размера если у нас 12 разделить на 4 то это будет 3 правильно то есть допустим допустим и все это видно только в этом варианте Соответственно, сразу здесь же для маленьких экранов сделать из чего, чтобы она была на полный экран фотографии. Теперь надо посмотреть, как фотографии вставляются. Картинка, вероятно. Там нужно какой-то глаз применить, чтобы это еще и симпатично выглядело. А, ну да, логично. Так, вот есть картинки. Ну и можно картинку прямо сразу в рамку запихать, например, круглую. Сейчас так и сделаем. Так. Так, давайте делать картинку. Как ее... Ну, наверное, просто еще со страницы Данила скачать. Вот она как раз квадратная. То, что надо. Так, ну вот, допустим, картинка сделана. Ну, называется UserAvatar. Ну, мы сейчас прямо сюда ставим. Вот, ничего получится. На разных экранах. Так, это уже User. Сейчас я повторную ссылку скину. На всякий случай. Ну, вот, получилась такая странная вещь. Немножко, конечно, растянуло на большом экране. Так. Странно, почему-то он вообще не меняет своего размера. А круглую ты сделал, да? Ну да. Не, может, сейчас квадрат нас ждет быстро. Так. Что-то я здесь сделаю не так. Странно. Вроде бы все. Вроде бы все правильно. Вроде бы все правильно. Издаю. Так. Так, я даже не знаю, пока что даже идеи толку нет, как это сделать. Так, вот, посмотри, что у нас получилось. Что у нас такое? Видимо, и там, и там получилось. Ага, какая-то ошибка здесь. Так, понятно. Ему еще нужен jQuery под страпом. Сейчас подключим. Угу. Вот, да. Чаще всего jQuery подключается всегда и всеми. Ну, я это уже не сделал по факту. Уже стало тут само собой разумеющееся, да? Так. А сейчас как это будет выглядеть? Понятно, не хочет. А что должно тут произойти-то? Я хочу, чтобы картинка была для большого экрана слева в... То есть, 1,4 экрана занимала. А если экран мобильного телефона, то чтобы она занимала целиком всю строчку. Ага. Сейчас. Сейчас. Я видеоролийственные. Разумеется. bowó Перечислила. Понятно. Угу. 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 вот эти круги так, круг убрался ну ладно, если я еще добавлю, допустим, текст справа что нам будет все-таки их вместе нельзя было размещать я вот здесь, наверное, ошибся все-таки надо два варианта делать полустрочек они же продолжением друг друга являются то есть если первая колонка была 3, а следующая 12 в общем, сейчас будем смотреть на большом это стало уже выглядеть иначе появилась вторая картинка почему-то а, ну правильно, потому что я, собственно, так и написал значит, тогда мы просто текст теперь трогаем чтобы это все было на разных строчках надо это все в параграфе загнать я немножко промахнулся так так и и и и и и и Так. короче нас получилось что картинка слишком большая нас никогда не помещается этот блок из-за этого из него вылезает но с коллабли какую-нибудь а Смотрите продолжение в следующей серии. сайт есть вот такой вариант так ну стало лучше но по крайней мере она теперь меняет размер а респонсив да здорово но и сделали чтоб совсем было смешно там все таки мг 40 чтобы он еще круглым и потом это все можно убрать будет интереснее да она стала круглым и да она меняется размер только тормозит или это у меня сейчас просто компьютер не выдерживает так теперь это надо сделать так чтобы она в мобильном было по центру потому что мобильным она почему-то все равно слева так так но так но это и 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 Есть call-centered, есть roll-centered. Сделаю так, чтобы это занимало не больше половины экрана тогда. По центру. Так, я сейчас еще три скриншота вылыл, могу и побольше, чем три. Вот во ВКонтакте. Здесь показано миюха. Вот сейчас в данный момент проходит какое-то мероприятие, на котором и я вошел в это мероприятие. Но они физически где-то там располагаются. Там физически по идее этих людей, углышками фотографии людей, да? Видно, нет? И справа написано, что человек может, да? И слева, что ему нужно. Вот если сделать так же. Вот, например, делаем крутые промо-материалы с логотипом вашей компании, к адекватным целым делаем классику, да? Нет. А что нужно партнерам? Давайте будем полезны другим. Вот. Степан Данилов, вот это владелец миюхи, да? Полезен. Сервис для конференций, стартап. А что нужно? Верстальщика на мобильный веб и девелопероданок джайс. Вот так. Ну, как говорят, можно попробовать. Это в общем виде. Конечно, лучше списком это. Ну, я не знаю, честно говоря, как это заполнять. Ну, давай это назовем ресурсы, да? А какой ресурс мы можем предоставить? Ну, есть ресурсная группа возможностей или предложений, да? Есть ресурсные потребности. Или просто возможности, потребности. Понятно и так, что все ресурсы. Да, возможности, потребности. Так, сейчас я посмотрю, как все-таки по центру сделать. Как они тут рекомендуют это делать? Так, сейчас я посмотрю, как все-таки по центру сделать. Так, сейчас я посмотрю, как все-таки по центру сделать. не Продолжение следует... Продолжение следует... Я открыл BetterMeans и можно назначать стоимость для этого задания. Сверстать страницу человека я отметил как 100 кредитов. Отмечу как 200 кредитов. Пожалуйста. Я тут сказал 5 минут. Ничего не вызвали вы меня? Нет, ничего не изменилось. Вопрос такой у меня по поводу хочу-могу, я не могу усуходиться, потому что сегментации нет. Я не могу пощупать как не зайти и найти землю или найти какой-нибудь молокоотсос, я не знаю, велосипед. Где найти мне конкретный ресурс и велосипед? Как мне это сделать? Не, ну в конце концов для такой вещи надо строку поиска добавлять. В самый верх страницы. Просто когда есть ресурсы, когда есть потребности, когда есть навыки, тут как бы уже эти все эти ресурсы, они сегментированы. Ты понимаешь, тут только навыки. То есть, ну, навыки людей. Тут конкретные ресурсы материальные, тут потребности. А хочу-могу, ну, не знаю, когда надо подумать, мне кажется, это не система. А можно же так же сегментировать, то есть, допустим, могу шить, могу вязать, могу предоставить трактор, могу предоставить пилоттериал, могу предоставить час своего труда в качестве, ну, просто там, себя, да? Ну, вот представь, что мне нужно найти однокомнатную квартиру. Так, хочу ресурс. А если я не хочу вбивать, я хочу просто зайти и найти его, может, он у кого-то уже есть? Значит, получается, этот человек, по идее, должен заполнить, что у него есть ресурс, могу предоставить однокомнатную квартиру. То есть, всё завязано на человека, а не на сам ресурс? Просто чем проще, тем лучше, понимаешь, как бы есть инструменты, которыми люди уже пользуются, допустим, Авито, или там Headhunter, или там Tio.ru, какие-то конкретные ресурсы, где люди уже понимают, не заходят, интуитивно понятно, где что. Так, вот здесь находятся там ресурсы, там оптовые товары, вот тут розничные товары, вот тут находятся услуги. То есть, люди не узнают никакой справки по работе с сайтом. Ну, хорошо, а как внешний вид видишь? Как я сделал, в принципе, почему бы для начала так не реализовать, а потом уже можно экспериментировать. Главное, чтобы люди начали вбивать. А то они не поймут, могу, но я могу танцевать, я могу петь, я могу громко свистеть. И я вот, допустим, не понял бы, что я могу сюда вбить, что я могу предоставить кому-то там молокоотсос. То есть могу, в моём понимании, это мои человеческие возможности. Танцевать, петь, рисовать, там, заливать гвозди. А ресурсы, например, надо бы сыграть. Давай посмотрим со стороны ресурсов. Вот та ресурсная база, которую развернули. Libro.many или Libro.many. А, ну вот то же самое, да? Значит, Libro.many ресурсы. И мы можем увидеть автомобили с пробегом. Так. Мы можем увидеть. Объявление. 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 Личные вещи. Недвижимость. Ну вот я заполнял здесь так. Вот, блин. У меня Libro.many закинается, а Libro.many.net приближается. Посмотри. Вот ссылка каталога. Недолго. Так. И сдам комнату, например. Да, то есть обычный ресурс, который в принципе понятен. И на авито уже все это то же самое. И вот я предоставляю этот ресурс. Я его заполнил. Внешний вид, он как бы сильно другой, чем тот, который мы сейчас там сделали. У меня почему-то вот домен первым, где было Libro.net рез грузится, а Libro.many не грузится. А, ну не суть важна. Я открою так же вот эту ссылку, да. Вот, например, удивление, да, которое я выкладывал. Тихо-тихо-тихо. Все, открылся. Так. 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 Герационов, ты что хотел объяснить? Скажи. Я показываю то, что это база ресурсов. Интерфейс у нее другой, но, как сказать, человек, он заходит, он ищет ресурс, он не ищет другого человека. Но за этим ресурсом стоит, ну, стою я. Вот. Получается, что внешний вид может быть разным. Но обратиться всегда надо будет потом ко мне. Ну, вот здесь там, Ярослав, да, написано. Показать номер телефона, отправить письмо. И здесь, в зависимости от того, какую задачу мы хотим решить, можно разный внешний вид отображать. В принципе, это может быть на одном сайте, может быть на разных сайтах. Главное, чтобы база была одна, а лучше всего децентрализованная. То есть есть база, пускай, умений человека, есть база ресурсов, ну, например, квартиры, да. И там тут именно поиск квартир. Есть, допустим, фермерские товары какие-то. Там вилки, сеялки, поливалки, удобрения. Желательно, чтобы это было на одном сайте, чтобы там же были и проекты. Ну, как, это не обязательно на одном сайте. Главная логика вещей. То есть с объектами определиться. То есть первый объект, первые объекты или субъекты, с которыми работать. Первое – это сам человек, да, который чего-то хочет и чего-то может. Второй объект – это ресурсы, да. То есть человек может – это ресурс. Человек, там, квартира, например, это ресурс. Человек, шлакоблок – это ресурс, да. Потом чего он хочет. Там, не знаю, развлечений, да, тоже ресурс, который предоставляет кто-то другой. И фактически вся система, она заключается в том, что есть три объекта, два объекта. Это сам человек и ресурсы, которые прилеплены к этому человеку. И передача этих. Вот передача – это отдельная, ну, транзакция, да. То есть во время транзакции, когда кто-то произвел ресурс, например, развлечение, да, кто-то производит эти развлечения, а кто-то их потребляет. Соответственно, происходит передача от одного человека к другому человеку. То есть мы имеем вообще систему из трех объектов всего-навсего. Понятно, нет, объяснил. Это понятно, Александр, это понятно. Просто для процедуры обычно бывает в VR. Все точки зрения говорят. Когда написано там «Доска объявлений», ну, все понятно, да, там «Доска объявлений». Здесь написано там, там, допустим, «Работа», да, какая-то что-то «Работа». Ага. А когда «Хочу», «Могу» – это неопределенно. То есть нужно мне какую-то… Здесь разные формы, разные… Ну, как, есть какая-то сущность. Мы на нее можем посмотреть с разных сторон и делать разные срезы. Тот же Better Mint. У него есть несколько окон. Когда мы открываем окно проекта, мы видим то, что у проекта есть создатель. Данил Дашкевич, например, да, сверстать страницу. Владелец Константин, да, и дополнительные люди. А также файлы есть у проекта и так далее. Это один срез, который мы видим. Когда мы нажимаем на человека, то мы видим другой срез. То, что у человека есть какие-то новости, там, общие данные какие-то. И есть какая-то информация другая. И вот на данный момент мы делаем страничку юзера. А следующую страничку, я думаю, уже, наверное, в следующий раз. Будем сделать страничку ресурсов. Да, ресурсов. А, еще проекты. Проекции – это тоже, это еще один объект, да, сущность, которая требует в себя ресурсов. Так, ну, ладно. Давайте... Давай пока, как-нибудь пока сделаем. Главное, чтобы, понятно, была база, куда что и алгоритмы. Да. Ну, смотри, сейчас, вот я смотрю экран Кости. Ага, возможности, потребности. Я сделал еще один такой вариант. Все понятно, вот это будет вот так вот. Ну, попробую просто другие названия. Я то, чтобы было сохранено, вот она, вот страничка юзера. Я сделал, чтобы было по центру, на маленьком экране. Вот. Хочу попробовать по-другому визуализацию. Как ты с... Me to you, или как это называется? Предложу. Здравствуйте. Как назывался твой сайт? Вот. Как назывался тот сайт для встреч? Мю? Да. Мю? Да, да, да. Мю.ру. Вот. Я... В общем... Визуализация у нас на него попробую сейчас. Так. Ну, кстати, вот. Ютуб. Там. Ю.Ду. Мю. 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 Мне там присутствует слово you. Ты. Мю. Ну, да. Так, вот сейчас еще получится интересно. Так, nursema. Ну, допустим, большой экран, и маленький экран, а не вертикально пошли короче казалось что можно еще проще все а все понятные стиль задал короче вот допустим на мобильном здесь кнопка еще получилось из картинки короче вот на маленьком экране она так вот выглядит вертикально в общем да user 2 сейчас я сук скин вот вот может можно вот так вот сделать или на большом экране что возникла идея немножко сделать ближе к тому что там чтобы они на следующую строчку так здесь будет пустота здесь будет пустота здесь не будут картинки кстати значит психологическая штука проводили опросы ну кстати вот мы встречались здесь в бассейн и там клуб фарсайт клуб назвать и там товарищи кураторы рассказывали то что оказывается люди очень легко могут назвать список того чего они хотят но когда возникает значит вопрос что вы можете взамен предложить ну например хочу машину квартиру еду да все это понятно а что вы можете да какие ресурсы у вас есть то зачастую люди они в ступор то есть ну как что могу ну я вот человек да я там могу копать да а что еще может могу не копать но потом когда начинаешь все таки там а вот у тебя машина есть есть а можешь например таксовать ну да могу а участок есть есть а можешь там выращивать помидоры ну могу а у тебя есть знакомые там не знает сколько блоками есть а можешь поставлять что как будто могу и так далее то есть оказывается человек человек каждый может многое но вот получить список того что он может того что он хочет вообще доделать еще вот это вот вот такая проблема такая штука можно можно сделать типа два столбика возможности потребности вот на мобильном например они горизонтально то есть я к тому что вот эти вот возможности потребности это на самом деле может быть просто блок с ними то есть они не кнопка как сейчас а именно просто какая-то информация вот например можно сюда этот стиль скопировать то есть то есть вот это общая информация как на миюхе а если нажать по идее на картинку то там раскрыт будет раскрыт допустим контактные данные человека не работал что они предлагают как решать эту проблему с тем чтобы вот людям как помогли описывать что они могут там тренера получается они деньги берут за то что они проводят такие семинары и они предлагают идти к ним на семинар вот но я честно говоря не знаю какое решение предложить чтобы людей мотивировать здесь скорее вот клубные может быть как один из вариантов когда другие люди заполняют типа он хорошо разбирается в технике да вот а он не помогал машину чинить он точно может но я кстати тут а вот с Иваном нет не с Иваном в общем с одним человеком в чате обсуждал эту идею мы точно знаем что некий человек имеет некоторый навык только в том случае если он совершил как минимум один раз зарегистрированную принятую работу в какой в каком-либо проекте то есть по сути нам вообще не нужно регистрировать чего вообще человек может в итоге человек может все нам нужно что нам нужно регистрировать участвует он в этом проекте или нет принялся он брать вот эту задачу или нет то есть компетенция она может быть действительно интересна но она выявляется в процессе практики и автоматически может заполняться пользователь даже сбивать ничего не нужно будет у меня есть есть еще по этому поводу когда создаешь проект ты понимаешь тебе нужен проект там дизайнер люди когда смотрят проект такие о я же дизайнер ну да он вбивает карточку свою к себе что я могу быть дизайнером не 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 ему не нужно вбивать это он может сказать что я хочу участвовать его система спрашивает а вот эти компетенции у тебя есть прям список он предоставит который нужен он говорит да это сразу потенциально заносится ему как бы на список проверки то есть как только он выполнит задачу ему это подтвердится ему вообще ничего делать не надо ему просто сказать да тоже вариант включен так ну ладно мы более менее визуализацию сейчас немножко сделали а может быть такая совсем схематичная но тем не менее еще вот комментарий то что многие люди которые реально хорошо делают они скромные они себя не пиарит говорят да я ничего не умею что там я ну да 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 машину собрал но я я же не профессионал ничего и фактически только другие люди могут сказать что да он хороший а сам человек о себе но это либо лукавство да либо недоговорено чего-то ну ладно да зато вот они точно могут сказать чего они хотят потому что публичные списки желаний даже в социальных сетях и так популярностью пользуются надо просто из этого из этих желаний тут же чтобы система подсказывала что вот это можно реализовать вот этим проектом что вот это уже реализовано вот тем проектом и валяется у них 50 готовых там не знаю телефонов не знаю они не знают куда их деть и так далее вот я думаю сегодня все-таки надо уже заканчивать потому что много информации уже 3,5 часа все это длится вот мы сделали две то есть визуализацию для простенькой стартовой странички вариант того как может располагаться контент для пользователя в двух страничках визеры просто и юзер 2 вот я думаю пока можно на этом остановиться так я теперь предлагаю вернуться к вектор минс и там есть значит этот проект сверстать страницу человека а мы сверстали страницу ну в смысле костя свертал страницу теперь вот сейчас секунду значит вот есть проект вот проект 68 так ну что можно сказать пока закончить или нельзя ты нажал уже да я не нажал еще я вот сейчас попробую в комментарии добавить ссылки на то что получилось погоди ну хорошо добавь ну как то же люди должны будут допустим потом проголосовать за то что это действительно принято погоди а вот у тебя вопросительный знак здесь значит то написано в процессе да свертать страницу и вот если свернуть там вопросительный значок если на него нас нажать у тебя будет там 100 кредитов 200 кредитов нет но тут идея в чем что каждый должен сам проголосовать то есть я могу сказать что я не знаю вот вот и после того как я сказал что я не знаю теперь есть история что я сказал не знаю ярослав 200 кредитов по голосовам да не удашки 400 но естественно когда она а вот еще можно а другой четкое значение указать короче как только как только эта задача будет принято предлагается типа исполнитель среднее значение выплатить из всех голосов а вот ваша стимеет 200 кредит 22 минут там удастся а это мое мой голос так погоди а ну-ка вот я комментарий сделал что так еще старт вот а я добавляю старт о интересно тут все комментарии да это комментарий то есть я менял стоимость свое мнение там обязательно надо комментарий я нет комментарий сюда попадает очень хорошо а где вы там смотрите эти оценки там ну вот в процессе а в смысле оценки мы смотрим там есть такой квадратик перед крестиком если свернуть да если полный кран нет 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 это свернуть надо задача на пол кратик тоже есть да перед названием сам в левом верхнем углу на полном экране будет тоже вот этот песочные часы у меня отображаются либо квадратика какой то с вопросиком или с точечками так где отпустил у меня песочные часы потому что я уже проголосовал да потому что еще не выполнен да как только она будет выполнена и когда все голоса соберутся и она будет еще и принято тогда предлагается оплачивать так хорошо теперь я хочу нажать что это уже ну как завершено ну допустим погони ну сейчас так мне нужно уже заканчивать как можно скорее все таки я не знаю сейчас обновляю она не закончена я нажал н ага что ты нажал ярослав ты чё я нажал закончил он спрашивает комментарий я отправил комментарий так все она перешла в сделан отлично я нажал и оно перешло в сделан да ну все нажали получается нет я не нажимал видимо как минимум два человека нужно если все участвует ну вот два ноль я могу отправить ее на ну-ка ответ отказать ну вот я проголосовал нейтрально и что получилось я нейтрально один принял другой отказал серия короче получился результат то есть в итоге поровну сейчас я сделал рассказать а ты уже это сделал сейчас сделал обвинять да она сейчас зелененькая станет можно не страницу обновлять там есть кнопочка обновить я понимаю да я ее нажимал да и то есть она не работает а у меня желтые сообщения вот сейчас стало два это ребята я еще акцепт делал один у меня пристало у меня тоже нам на его сразу акцепт это то что подключился тоже акцепт это это разрешение задачи принимается то есть подтверждает подтверждение того что раз два три Костя напиши акцепт я тоже а Костя у тебя не прав было ну да вот я тоже сделал акцепт получилось 4 зеленые теперь все да 4 зеленые но он видимо какое-то это через какое-то время сам не знаю как вот это вот может быть на следующий день да потому что то что было в видеоролике там список по дням вот это то что сейчас в списке оно уйдет ниже и будет там свернуто то что за предыдущий день ну вот предыдущая задача реализовать там редактированную внутреннюю структуру оно просто написано принято акцепт и все то есть я не вижу вообще нет вот сделано это в третьем знаете чего не хватает вот ленты событий она есть она есть она же самая первая менюшка это либо обзор либо на главной странице там весь список событий у меня нет я не понял обзор что конкретно не понятно обзор это полный экран нет под крыльяшин центр вот слева вверху есть обзор кнопочку и что там все что как же можно нажать изменения сейчас выложу скриншот вот выложил скриншот значит крыльяшин центр панель управления а у тебя почему сделано только один элемент а у меня два страна а второго у меня нет ребята это выполнено ушла это сверстать страницу с человеком у меня у меня тоже исчезла ну видимо какое то просто небольшое время там на сервере это происходит то есть ну в обзоре например нету там да от всех от всех действий то есть допустим я сделал там поменял какую то настройку это не отобразилось там оценку поставил там это не отобразилось там ну то есть каждое действие каждого участника но понятно в этом возможно здесь недостаток так ну ладно давайте с этим разбираться тогда позже мы уже три часа больше говорим всем спасибо очень хорошо считают работали ну да я думаю сегодня уже хватит и ярослав и минуточку сейчас прошу нам написал добавил все тебя в этот скайп у тебя меня нету я останавливаюсь останавливаюсь у тебя на твоем сайте монолибри экономическая игра там я давно просто тоже занимаюсь дидельскими деньгами хотел бы что ты по подобным подобным без проблем можно и сейчас рассказать давай там если кому не интересно можем двоем перезвонить мы можем давайте отдельно я все таки отключаюсь сейчас буду видеть да давай сейчас тебя наберу ярослав отдельно хорошо а остальные как тут а если интересно можем мы вместе поболтать ладно в общем я отключаюсь давай